Кераса и Берегер. Подобные доспехи носили в Европе в конце 14-го, начале 15-го века. Саратовцы надели на себя латы и взяли в руки мечи в начале 90-х. Тогда еще студент исторического факультета Сергей Уткин решил наспор сделать доспехи. Это увлечение переросло в профессиональный интерес к историческому фехтованию. И сегодня созданный студентом клуб «Стальное копье» отмечает 20-летие. Бойцов с юбилеем поздравила Анна Главчинская. С железом по жизни. 20 лет назад современные рыцари все делали своими руками. Плели кольчугу, ковали мечи и шлемы. Сейчас амуницию можно купить. Были бы деньги. От собственного творчества у Алексея Галкина осталась только бригантина, предшественница бронежилета. Но сегодня она без надобности. В честь 20-летия клуб «Стальное копье» проводит соревнования по чужим для себя номинациям. Дуэльное фехтование и бой на ножах. Привыкшему махать полуторакилограммовым мечом Алексею нож кажется пушинкой. Правда, после сильного удара по шее, кстати, запрещенного, Галкин претендует только на второе место. Конечно, с подготовкой соревнования такие номинации выигрываются достаточно просто. Все-таки мы деремся в тяжелом снаряжении, а здесь, сами видите, по большому счету, стегонка и защита ног достаточно легкая. Поэтому с физической подготовкой выиграть это без проблем. Боец на ресталище в обычной жизни он само спокойствие. Продавец в рыболовном магазине. Алексей говорит, спор для него – сублимация. Умное слово из неоконченного философского образования. Работу я тоже особо спокойно не назовешь. Когда много рыбаков вокруг соберется, с ними постоянные споры, дебаты. Они свою точку зрения доказывают. Я свою. Ну, конечно, она спокойнее, чем хобби. В ближайшее время Алексей Галкин планирует покорить Францию. Бить европейцев их же оружием ему не впервой. Члены клуба «Стальное копье» не боятся даже самых крупных ресталищ. Из-за гран-командировок возвращаются, как правило, на щите. Ребята выросли из того ореола романтизма, когда мы начинали все-таки 20 лет назад это движение. Сейчас это уже, ну, такой теленаправленный спортивный какой-то комплекс. Остатки романтизма – фестивали исторической реконструкции, такие как Куликово поле или Грюнвальская битва. Однако в них «Стальное копье» принимает участие все реже. Анна Головчинская, Алексей Чудин. Новости. Телеобъектив.